Киевский журналист Анатолий Шарий, бежавший из-за преследования в Европу. Вся история Украины цепь разочарований. 27 лет назад в Киеве была провозглашена независимость. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода никак не встретит их у входа, и в НАТО что-то не берут. 24 августа на Украине с размахом и военным парадом празднуют День Незалежности. Именно в этот день, в 1991 году, Верховный Совет Украинской Советско-Социалистической Республики провозгласил независимость. Самая богатая на тот момент республика бывшего СССР начала свой тердистый путь к светлому будущему. Спустя 27 лет Украина яркий завсегдотай мировых антирейтингов. Будь то уровень жизни или коррупции, человеческих свобод или госдолга. Вместо светлого будущего – потеря территорий, война и миллионы гастарбайтеров, зарабетчан, как говорят украинцы, покинувших родину в поисках заработка. Известный украинский журналист Анатолий Шарий тоже своего рода зарабетчанин, только работает на себя. Он уехал с Украины в Европу из-за преследований, еще при Викторе Януковиче. С ним я и поговорил о том, что ждало от независимости поколения, которое в силу возраста не шибко ностальгирует по СССР, и к чему их страна пришла в итоге. Анатолий Шарий Без крови и без долгов. Тебе же тогда в момент развала Союза 13 лет было. С Анатолием мы ровесники, поэтому на ты. Мы тогда были намного любознательнее и политически активнее, нежели сегодняшние подростки. Все новое воспринималось с позитивным азартом. Гласность, прожектор перестройки, независимость, многоточие. Появились политики, которые рассказывали нам, что Украина будет житницей всей Европы. Мы будем ее корбить и вот-вот станем второй Швейцарией. Немного смущал жевто-блакитный флаг. Его воспринимали изначально как нечто бандеровское. Но в целом изменения оказались позитивными. И даже сейчас, спустя годы, я уверен, это был необходимый шаг. Украина должна была обрести независимость. В тот момент власти рассказывали, что это будет самая богатая страна Европы. И предпосылки-то для этого были. Украина реально считалась самой зажиточной республикой Советского Союза, бескровно получившей независимость. И без долгов все долги-то на себя взяла Россия. Да, старт был сумасшедший. Можно было оттолкнуться от поребрика и полететь. Но ничего этого не случилось. Пришли суровые годы. Даже если у тебя были деньги, ты не мог ничего купить без купонов. Люди начали терять работу. Все захотели стать рэкетирами. У меня в голове отпечатались некие вихи новейшей истории России. Чечня, Дефолт, Курск, Беслам, война в Грузии, Крым, многоточие. События, которые так или иначе, со слезами или радостью, но толкали страну вперед. У тебя есть такие зазубриные? Не знаю, куда толкали страну мои зазубриные. Но при президенте Кравчуке, который сегодня рассказывает, как нам обустроить Украину, был полный трэш. Тогда появилось понятие Кравчучка. Сумка на колесиках. Символ его эпохи. Все ходили с этими Кравчучками, что-то из них продавали, выживали. Я помню времена, но когда реально было нечего есть, приход Кучмы точно запомнился. Почему-то бытовало мнение, он из заводских, он-то начнет поддерживать простых людей. А тогда же заводы массово закрывались. Людям не платили зарплату месяцами. А если что-то и перепадало, то все сжирала гиперинфляция. Короче, с Кучмой ничего не изменилось. Но начал формироваться устойчивый класс олигархата. При президенте Кравчуке, который сегодня рассказывает, как им устроить Украину, был полный трэш. Люди могли разговаривать без оружия. А потом была оранжевая революция. Салют, слезы у людей. Я на эмоциях поехал в Волчанск, Харьковская область. А там суровые парни, шахтеры. Мы долго спорили, но расстались с друзьями. Не было того, что мы увидели в 2014 году. Тогда люди могли разговаривать. Не было жестокости к оппонентам. А потом мы поняли, что Ющенко не тот, за кого мы его принимали. Пошли публикации про его сына, машину, машины, яхты, многоточие. И все сразу. Как же так? Мы ему доверяли, а он, многоточие. Вся история Украины это история каких-то разочарований. Все время чего-то ждешь, но происходит какая-то хрень. Оранжевая революция тоже не принесла стране счастья. От революции достоинства тоже много чего ждали. А спустя 4 года ни одно из требований Майдана так и не выполнено. Я был за подписание ассоциации с Евросоюзом. Было интересно посмотреть, что это принесет. А потом увидел кадры, как в Киеве убивает солдата. Я не мог поверить своим глазам. После этого мое отношение к Майдану сильно поменялось. И этому очень помогли украинские СМИ. Фейки тогда лились, как из рога изобилия. А уж события в Донбассе развернули Украину совсем в другую сторону. Разочарование за разочарованием. Ужас за ужасом. И кризис власти. Это основная проблема Украины. Любой человек, даже самый меняемый, который там приходит во власть, становится мразью через год. Я смотрю сейчас на так называемую политэлиту и понимаю, что будет очередное разочарование. Может надо иностранного менеджера нанять, швейцарца какого-нибудь. Но и тот испортится. В этой трясине нельзя быть хорошим. События на Донбассе развернули Украину совсем в другую сторону. Надо стать Австрией. И как выбираться из этого болота? Хочется верить, что когда-нибудь все наладится. Но когда проходит пять лет после Майдана, а люди до сих пор рассказывают друг другу, что Янукович вывез 100 миллиардов и поэтому мы плохо живем, многоточие, они не задаются вопросом. Вот что плохо. Если ты критикуешь власть, ты прокреблевский. Так удобнее. Хочется, чтобы Украина осталась хотя бы в рамках сегодняшних границ, чтобы не растеряли еще территорий. Хочется другой власти, умнее, честнее. Но смотришь, за кого люди голосуют, многоточие. По разным соцопросам на втором и третьем месте депутат Рады Лешко. Это же ненормально, неадекватно. Кто бы там не пришел, ничего не изменится. Чему же Украина пришла за 27 лет независимости? Насколько может считаться независимым государство, где важные решения не принимаются без отчета перед американскими партнерами? В кавычках. В современном мире, где заключаются коалиционные соглашения между странами, сложно быть по-настоящему суверенным. Хотя есть примеры. Та же Швейцария. Я бы хотел, чтобы Украина стала Австрией, которая сейчас показывает пример всей Европе. Как можно следовать собственным политическим курсам, а не прогибаться под кого-то. Сегодняшний австрийский премьер Себастьян Курц безусловно войдет в историю как выдающийся политик. Но на Украине я, к сожалению, таких не вижу. Карта границы Украины в зависимости по годам. Из досье Комсомольской Правды. К 1991 году на территории Украины находилось около 30% общесоюзной промышленности СССР. Подобочи угля, железной руды и выплавки стали у СССР занимало первое место в Европе. В стране имелись своя авиакосмическая отрасль и мощные ВПК. По индексу развития человеческого потенциала ООН, главному показателю уровня жизни, в котором независимая Украина впервые появилась в 1993 году, она скатилась с 45 на 84 место. Производство молока за 27 лет сократилось вдвое, сахара втрое, поголовье крупного рогатого скота в 8 раз, свиней в 3 раза. По самым оптимистичным подсчетам население страны сократилось на 10 миллионов человек. Продолжение следует...